Делаем скетти-фотосессию. Всем привет-привет! Мы начали! Всем привет, друзья мои, зрители моего канала, подписчики и просто те, кто случайно попал на мой канал. С вами я, Светлана Ата. И сегодня вот я решила записать очередной влог и немножко поговорить с вами о том-осем, побеседовать. Знаете, эти дни у меня не было какого-то настроения снимать видео. Было такое состояние непонятное, вы сами понимаете, после пережитого мною у меня вот начали нахлынули на меня эти воспоминания и начала оценить то, что я, что такое жизнь, начала понимать в очередной раз, сколько жизни преподносит сюрпризов мне жизнь. Но человек с каждым разом забывает все, да, и потом что-то, не нужно произойти чему-то такому серьезному, чтобы мы оцелили жизнь в иной раз. Ну так вот, мои хорошие, я наконец-то вчера поговорила со своей мамой, пять дней я не была с ней на связи, потому что я не хотела, чтобы она нервничала, дети мои были в курсе. И я попросила, чтобы они ей ничего не рассказывали, и я как-то пыталась избежать контакта с ней. Кто говорила, что мои дети сказали, что она уехала в деревню, придумывали какие-то причины веские. И вчера уже не могла скрывать, потому что мне нужно было поговорить с мамой, мне было очень тяжело, и все. И вот когда мы с ней поговорили, созвонились, наревелися, и она, и я. Ну, в общем, все. По душам выплакали, и мне стало легче намного. А то вот эти дни угнетали. Когда человеку плохо, он же хочет маму. Поэтому, говорю, цените своих мам. Тот, кто не понимает, что такое мама, это мама, самый близкий человек, который тебя воспримет такой, какой ты есть, плохой ты человек или хороший. Ты всегда будешь для нее оставаться ребенком, самым любимым, единственным, неповторимым. Ну, допустим, ну, поэтому надо беречь своих мам. Берегите мам. Я обращаюсь к молодым, которые не понимают, что такое мама, папа, когда они еще не станут родителями. Но это все придет, приходится, к сожалению, с опытом, с годами. Мы больше осознаем об этом. Ну, я хочу сейчас рассказать, вот как я себя чувствую. Ну, не чувствую я себя, конечно, получше. Вы сами видите, я сегодня нанесла макияж. Ну, такой простой макияж делаю. Я накрасила, поменяла маникюр, наконец-то, свой. У меня есть какой-то... Поэтому я не страшно не хотела показаться к вам на камеру. И, конечно, мои синяки стали черными, страшными, сиренево-фиолетовыми, но это... Богу спасибо, что у меня эти синяки, они переломы. Вступать надо бы мне стало легче, но, конечно, еще и слабости, и все. Вот сегодня мы с утра... Муж мне помогает, и мы все делаем вместе. То есть я команду, он делает, так можно сказать. Позавтракали с утра с ним, с утра в 3 часа дня, потому что кушать не хочется. Я встала в 9, но не хочется абсолютно мне. Вот вместе с ним как-то-как-то приходит аппетит. И... Так соскучилась полам. Да, мои друзья. Ну, потом я говорю, Ашка, давай помоем вместе балконы. Ну, естественно, он помыл один балкон, второй. Попылесосили вместе. Кое-как, кое-как я здесь и полы перемыла, потому что стыдно уже к заловке обращаться. Ну, у каждого своя жизнь, не так ли? Один-два раза можно прийти помочь, но надо же тоже не наглить в нее свои дети, муж, ребенок, муж. Так что... А сейчас Ашка ушел на базар, и я решила с вами поговорить. Сейчас легла, отдыхаю. Многие мне очень советуют в комментариях, я так пробежалась, посмотрела, что подайте на них жалобу за компенсацию моральную. Они заплатили вам, не заплатили эти хозяева магазина. Знаете, что, никто нам ничего не заплатил. Никакой жалобы мы пока не думаем, потому что мой муж... Еще кто-то мне написал, а стол и стулья вы купили. Вот просто смешно это. Не знаю, может, просто хотели рассмешить меня, такое написать. В тот день как раз нам было не до стульев и не до столов. Уважаемая, наверное, понимает, к кому я обращаюсь. Значит, что касается жалобы, какая жалоба, мой муж был в шоке. Они даже телефон, номер не забрали у нас, понимаете. Мы как пришли, хотя это недалеко от нашей улицы находится. Вот покажу вам один мой синяк. Вот такой вот. Только один синяк. Но он немножко уже стал лучше. Это один из моих синяков. И, в общем, никто не... Мы даже... Они не знают нас. Я-то знаю их. Может, когда-нибудь, когда я встану на ноги, я пойду просто с ними поздороваюсь и посмотрю, проконтролирую, они закрыли подвал или нет. А вот и Ашкем пришел. Ашкем, сэнеги твердэ? Сейчас я посмотрю... А, Ашкем говорит мне красивые мельи купил с фрукты. Бердакик Ашкем конус шьюрн. Еще я что хотела сказать, что, естественно, пойти жаловаться, мой муж не из таких людей кляузных, и никакой компенсации моральной, материальной мы не хотим. Да, морально я очень пострадала, я не знаю, что со мной будет потом, потому что мне ни компьютер, ни МРТ ничего не сделали, ни компьютерное обследование. Но я думаю, что как время придет, я начну двигаться, передвигаться, я обязательно пройду это обследование, потому что, ну, я удивилась, а, ну, на тему турецких врачей, если обслуживание я запишу, попозже, наверное, отвечу, может, в другом видео. Так что мы ничего не знаем, ни на кого не жаловались, мой муж говорит, Бог всем судья, это грех сейчас, потому что, говорит, они тебя не заставляли же, сама попросила, можно ли, ну, снять видео. Но он не такой человек, чтобы делать кому-то плохо. Ну, я пострадала, пострадала. Так что вот так, пойду я смотреть, что мой Ашкам купил. Сейчас посмотрим, что купил мой муж. Карпус, не когда? Еде. 7 лир, это, качкило? Еде кило. 7, а, пахалы? И вот этого будем сейчас, я хочу сегодня, 5 лир, ого. Что это, что это? Лимоны, не когда? 5 лир. 5 лир. Ого, пахалы. 10 лир. 10 лир чеснок. А, гюзель, упала цены на чеснок. Доматезы, сэшли. Сэшли, кавалтилык. Зеленые помидоры на завтрак. Кюль доматезы. Ага, деревенские помидоры, не когда? 3,5. 3,5. Ага. Салаталик, 3 лир. 3 лиры. Буки 1 кило? 3 кило. Peki, bu не? Сэн нормал алмадин мэ? Peki, bu не? Инжир. Не когда? 5 лир. Не, аж кавалтилык. Речел истёром, ябмак. Хочу варенье сделать. 5 лир, шинды алмак лязем. 2 кило истёром. 8 лир. Да, 5 лир яхадар варда. Значит, 5 лир, 6 лир яхадар варда. Я 8 лир яхадар. И, посмотрите, черешня у нас 8 лир. Но он говорит, что есть и по 5 лир, конечно. Ну, да. Ну, и инжир сейчас самый дешёвый. Можно будет потом взять и варенье сделать. Пататис, не годарышком? 1,5 кг. Нормально. Нормально. 8 лир килограмм нормально всё. 3,5 лир. А он пахалый. Вы знаете, что он всё хорошее. А запах, о, какой прелесть. А здесь я на косыр хочу. Сделать нам косыр чуть-чуть. Сашким. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.